Вот такие рыбачьи атрибуты. Мы приехали сегодня на Онежское озеро, Карелию. Вышли на берег, причем вот такие развалюшистые домики. Но вообще-то тут прекрасные коттеджи на берегу. Мы кое-как нашли место, чтобы подойти, потому что весь берег занят шикарными коттеджами. Ой, цветочки, лотосы, прикольно. Ну, лилия, если что. Красота, отражается небо. Сегодня теплый день, июльский. И мы выйдем сейчас прямо к озеру. От него, кстати, холодом даже и не веет. Хотя Онежское озеро холодное должно быть. Но, по крайней мере, пока не чувствуется, что тут холодно. Уточка с ветятами плывут. Дикое. Угу, дикое. Чайки летают. Лодки плавают. Здесь, понятно, что ловится рыба очень много всякой. Это дело такое. Продается свежая рыба кругом. Сейчас я хочу потрогать воду. Сейчас я ее потрогаю. Ой, да она вообще теплая. Теплая, как парное молоко. У меня вообще купальники есть. Мы можем искупаться в Онежском озере. Красота, красота. Это первая у нас остановка. Так что мы еще поедем дальше гораздо. Сегодня проехали 500 километров от дома. И будем ночевать в мотеле. Вот еще тоже живописный разваленный сарайчик. Тут тоже лодочный сарай. Мы находимся в селе Янишполе. И вот тут такие шикарные коттеджи. Ну, как теремок. Просто расписной. Чудесный. Но их много тут хороших таких. Ну, есть и простые, попроще домики. Но тоже такие украшены. Везде сады. Все цветет и пахнет. Запах тут хороший какой-то. Обычное маленькое село. По-севернее, чем Петрозаводск. Это, походу, из города. Да, тут, возможно, с города застроиться. Потому что с города тут недалеко приехать. Но очень хороший коттедж есть. А сегодня мы приехали. Вот на какое место все слышали про Беломорканал. Так вот это он. Это Беломорканал. А внизу малинник. Коля пошел проверить. Коля, мокро, ты в своих тапочках. А надо сапоги было надеть. Сразу же. Вот. Но сейчас мы поедем дальше. Вон наша машинка. Кусаются комары, надо сказать. Надо побрызгаться будет. Мы приехали в северный край. Это вот все. Беломорканал проезжаем. Проехали мимо ГЭС. В Игостровской. И ехали дальше. В Игостров. В Игостров. Заехали. Село такое. В Игостров. Едем дальше. Выходить не хочется, потому что там мошки больше, чем воздуха. Снаружи. Не больше. Да, воздуха все-таки больше. Ну вот, выезжали. Нет, не видел нормальные мошки. Мошки. Вот мы едем дальше. Где-то тут еще каньон должен быть. Петроглифы. 3,2 километра до Петроглифов. До стоянки. Там придется брызгать. Неудача. Вот здесь была раньше стоянка и тропа к Петроглифам. Теперь идет какая-то мощная стройка. Нам сказали, что все перерыли. И к ним теперь не пройдешь вообще. Ну, кто знает, то может быть может по каким-то тропам. Но так-то путь этот заказан. Сейчас подумаем, что же делать. Мы проехали чуть дальше, в город Беломорск. И смотрите, какую мы красоту тут нашли. Просто несказанно. Тут, да, ой, как рыбачат там на порогах. И там церковь красивая. Камушки. Сейчас мы на камушки зайдем аккуратненько. Но мошка тут тоже вьется вовсю, вовсю. Мошка. Мы приехали в край мошки. Придется теперь как-то к этому привыкать. Так, я сейчас пока выключусь. Вон там на речке Баклан сплавляется. Сейчас я видела, как он садится. Чайки, и там Баклан черный. И человек рыбачит. Можно еще будет с той стороны подойти. Сейчас мы поближе подойдем к порогам. Какая красота! Баклан куда-то уплыл вниз по течению. Вон там мостик, через который мы перебрались. А вот чайка. Еще тут сблизи поснимают эти пороги. Я чуть даже о них ничего не слышала и не читала. Вон они какие классные пороги. Вот в Крыльевический музей мы тоже не попали. Потому что понедельник музей на выходном. А центр поморской культуры вроде не на выходном, но он тоже закрыт. Без объявления притчи. И мы поехали дальше. Или назад. Довольно живописно рядом с ГЭС. Такое. И вот здесь вот. Вот еще живописные камни. И вот здесь вот ГЭС. Кстати, можем остановиться, походить по камням. Не будем, наверное. Можно остановиться. А, да? Ну, можно остановиться. Давай. Раз уж мы не попали на Петроглифы, походим по камням. Хоть вот карельские грибы. Грибы. Где палец мой? Вот сыроежка. Вышли и тут сыроежки. И какая-то еще там. Не пойми, что. Мы пойдем на камни смотреть. Рядом с ГЭС. Выгостровской. Вот так тут смотрятся камни. Рядом с Выгостровской ГЭС. Ну, а шум. Потому что там что-то происходит. Там что-то строят на мосту. И поэтому дикости тут нет. Это шлюз. Это знаменитый Вогостровский шлюз. Его поднимают. Шлюз. А это значит, хорошо, что мы проехали, называется, Коль? Мы же проехали. Это очень удачно. Нет, это шлюз. Это для воды. Я понимаю, но там поднимают что-то на дороге. Нет. Нет? Дорога свободна. Свободна. А, это рядом. Рядом с дорогой поднимают для воды шлюз. Ну, вот. К Петроглифам не попали. Знаешь, кто-то там уже лазит. Около шлюза. Около шлюза. Где лазит? Ну, там человек ушел. А. Во второй, с того края. Ну, в общем, вот. Будем ближе подходить? Можно. Давай подойдем. Мы искали, искали все-таки тропу к Петроглифам. Я хотела посмотреть на Петроглифы, которые люди на лыжах. Самые древние. И нам объяснили, что надо пройти по этим камням. Какой-то там вот залысине возле леса. И там будет указатель и тропа. Самое трудное пройти по камням. По камням мы прошли. Потом облазили все залысины. Никакой мы с рабы не нашли. Так обидно. Устали я. Мокрая, как мышь. Самое трудное. Мы излазили эти камни. Ничего не нашли. Так что не судьба нам Петро Петроглифов посмотреть. Просто не судьба. Сейчас Коля ищет более простую дорогу, пытается. Потому что вот это нагромождение камней, особенно с учетом моей коленки, это все. Не знаю, как я тут хожу вообще еще. Хотя тут всего километра до этих Петроглифов-то. Вот, наконец, Петроглифы. Но они не там, где мы их искали, а в павильоне. Это реальные Петроглифы. Это не что-нибудь такое. Он человек какой, да, интересный. Там гуси-лебеди и всякие животные. Рыбы. Тут без. Где бес? Так вот. Вот бес, вот следит немного. Раз, два, два, три. А, вот бес, уходи же, вижу его. Это бес. Ну, типа, бес это шаман на самом деле. Который шаманится. Что хорошо в Карелии, куда ты не пошел, везде озеро. И здесь озеро, рядом с нашей ночевкой, называется озеро Шуезеро. Если я правильно прочитала. Ну, а что, красиво так на закате. Нет, до заката еще далеко. Тут же белая ночь. Сейчас. Но вечером. Сейчас мы выйдем на берег. Посмотрим, что тут есть. Очень приятный вечер. С приятной теплой погодой. Завтра так не будет. Завтра будет дождь. И мы должны будем в дождь где-то там бродить. По Кандалакше. Леточные гаражи или какие-то домики, рубашки. Листочки витают. Ветер дует легенький, приятный, теплый. Так вот сидеть и любоваться природой вечера. Шуе озеро. Шуезеро. Как-то так.